Привет всем! Коронавирусная пандемия серьезным образом изменила нашу жизнь. Много всяких новых вещей появилось, и одни из них – это маски, которые и носить приходится, и носить придется еще достаточно долго. Почему и кому маски носить нужно, на сей счет рекомендаций дают Центры по контролю и профилактике заболеваний. Но ничего они не говорят о тех проблемах, которые возникают в связи с ношением масок. А этих проблем оказывается романье. Совсем недавно до пандемии маски носили ограниченные контингенты. Это медицинские работники, а также лица, связанные с вредным производством. Основная масса без масок обходилась. Однако пандемия внесла существенные изменения, и маски приходится носить. По крайней мере, обязан носить каждый, если он в возрасте старше двух лет. И что оказалось? Оказалось, что с масками проблемы. Дело все в том, что если маску вы носите более двух часов, не сменяйте на новую. Если маска не отвечает вам по размеру, или если маска у детей и находится она вне контроля, то будут проблемы. Это и дерматит, это и раневые повреждения головы и лица, а также пальцы в рук. А дети еще, кроме всего прочего, оказывается, маски могут засовывать всякие невообразимые места. Так что проблемы только пребывают. В статье, в которой обращаюсь, говорится о том, что проблемы, которые я перечислил, возросли на 2400%. Дело серьезное. Поэтому, получается, маски носить надо, маски не подменяют социального дистанцирования, маски не подменяют мытье рук, но маски нужно носить правильно. Их необходимо менять не реже, чем через каждые два часа. Маску после ношения не обязательно выбрасывать. В одном из видео я уже рассказывал, что оставленная на 24 часа маска сама освобождается от микроорганизмов и готова для повторного ношения. Следите, чтобы маски, особенно у детей, отвечали размером лица, чтобы не болтались свободно и чтобы не обтягивали его, не вызывая проблем. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя и будьте здоровы!